Денис Сорокотягин. Сказка старого гвоздя. Глава третья. Бабушка, а почему ты никогда мне не рассказывала, что у тебя есть медаль? Роза сидела за столом и с удовольствием ела морковный суп-пюре. Такой вкусный, просто объедение. Медаль? Засмеялась бабушка. Да, когда-то я получила медаль и даже не одну, но все это было в прошлой жизни. Как это в прошлое удивилась Роза. Гвоздь мне рассказал, что... Ой. Она остановилась. Роза подумала, что бабушка не должна знать о разговоре со старым гвоздем. Пусть бабушка думает, что Роза разговаривала в комнате сама с собой. Бабушка ведь тоже так делает, когда поливает цветы, говорит с каждым кустиком. Да, свою первую медаль я получила на соревнованиях в институте. Я любила бегать на длинные дистанции, они мне очень легко давались. Бабушка, а почему ты мне об этом не рассказывала? Это же так круто, прибежать первой, быть лучше всех. Круто. Кто тебя научил таким словам? Хвалиться своими успехами это нехорошо, Розочка. Ой, прости, что опять так тебя назвала. Да нет, бабушка, что ты? Можешь меня так называть. Прости, что рассердилась на тебя. Ты ведь не виновата. Как быстро у тебя все меняется. Только что плакала, а теперь так и светишься от счастья. У меня появился друг, думала про себя Розочка, вспоминая о старом гвозде. Как он там? Наверное, спит и видит сны. Как твой пальчик? Не болит? Спросила бабушка. Нет, все давным-давно прошло. Бабушка, а где та самая медаль, которая висела на стене? Медаль давно в шкафу, а гвоздь так и остался в стене. Надо бы убрать его оттуда, все забываю. Нет, скрипнула Роза, не делай этого! Ты чего кричишь? Я даже вздрогнула. Это еще почему? Он мне нравится. Когда-нибудь я тоже получу первую медаль и повешу ее на этот гвоздь. Розочка выскочила из-за стола и понеслась в свою комнату. С вами была Анна Куркова. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова